Бухта зимой не замерзает. Ну а справа от нас появились первые представители военных кораблей. Итак, 158-й Цезарь Конников, 150-й Саратов и 142-й бордовый номер Новочеркасск. Три больших десантных корабля. Единственное, что 150-й Саратов более старого проекта. Все они предназначены для транспортировки и высадки пешего и механизированного десанта. Машины пехоты, танки и БТР выходят из створа в носовой части, который называется «Апарель». Длина кораблей 118 метров, экипаж 78 человек. Из вооружения крупнокалиберные пулеметы, а также зенитно-ракетный комплекс «Гроза». Это аналог «Града» на суше для зачистки береговой линии. Год постройки конец 80-х. В Севастополе 8 больших десантных кораблей. 901-й «Минный тращик». Это корабль специального назначения, целью которого является поиск, нахождение и уничтожение минных заграждений. Также занимается проводкой военных кораблей через минные поля. Справа от нас Иван Курс, военный корабль связи, предназначен для связи между военными кораблями в открытом море на боевых учениях. Ну и 870-й сметливый, староживой корабль старого проекта. Длина его 144 метра, экипаж 273 человека, включая 25 офицеров. Белого цвета с крестами под названием «Денисей». Медицинское судно. Длина его 156 метров, водоизмещение 12 тысяч тонн. На борту несет 700 килограмм.